Давайте посмотрим ключевые, основные шаги, которые нужно на старте сделать. Изначально вам система предлагает заполнить анкету. Без заполнения этой анкеты вы не сможете сдавать свои материалы и получать обратную связь. Для начала вам нужно загрузить свою аватарку, свою фотографию. Обратите внимание, у нее очень жесткое требование к размерам, к формату и к объему. Для того, чтобы загрузить картинку, вам нужно сделать ее не меньше этого размера и сохранить ее в этом формате. Дальше. Те поля анкеты, которые отмечены звездочкой, они обязательно к заполнению. Имя, фамилия можете ставить, лучше ставить свои реальные, тогда к вам эксперты платформы будут обращаться по имени и вас можно будет идентифицировать, если вы проходите обучение в составе группы. Город, в котором вы живете, регион. И если вы заполните вот эти необязательные поля, место работы, расскажете немного о себе, дадите ссылку на ваш основной проект, то опять же эксперту и специалисту, который будет давать вам обратную связь на ваши выполненные задания, ему будет легче сориентироваться, кто вы, чем вы занимаетесь, в чем специфика именно вашей профессии, вашей работы. Поэтому я всячески рекомендую заполнить эту анкету. Получайте письма, таким образом платформа будет вас информировать о том, что ваша работа проверена или появилось что-то новое для вас полезное. Соглашайтесь с политикой обработки персональных данных и нажимаете кнопку «Сохранить». Эту анкету, а также все ваши будущие материалы, которые вы напишете, издадите, все ваши награды, призы и бейджики, которые вы заработаете в процессе обучения, они будут доступны на этой странице. Чтобы на нее попасть, нужно вверху нажать на ссылку «Ваше портфолио», и вы на эту страницу выйдите. Выйдите. Продолжение следует...